Давайте начинать. Здравствуйте. И тема его для нас, наверное, не новая, но очень значимая для нашего дворца. Это развитие услуг для взрослых и для семьи с детьми во дворце творчества. Почему такая тема родилась? Ведь известно, что всегда надо в своем управлении выносить вперед ту тему, которая очень актуальна для учреждения. Дворец сегодня многопрофильное учреждение, в котором реализуются 164 программы, обучается 4223 ребенка. Причем из них, я бы скажу, до единицы, 1900 ребят учатся на вне бюджетных программах и 2300 ребят обучаются на бюджетных программах. То есть вот такое большое хозяйство. Понятно, что как мы с вами в самом начале говорили, что я сегодня оторопез. Нас не совсем 4 с лишним тысячи. Если говорить пофамильно, по ребятам, то их 2900, около 3000. Вот такое большое хозяйство. Наша управленческая команда, когда приступала к формированию проекта развития учреждения в рамках ассоциации Парклаб 1505, проанализировала нашу работу и в первую очередь анализу подверглись ресурсы нашего дворца. И мы на тот момент явственно увидели, что для нашего развития есть один существенный ресурс. Это время. Если вы посмотрите на эту диаграмму, то сразу станет понятно, что в будние дни мы имеем загрузку с 14 до 20. Это то время максимальной загрузки, когда у нас занимаются ребята максимально. Конечно, студия Гармония, например, у нас занимается с 10 утра. Но это не максимальная загрузка. Там у нас летишек не так много. Вот представитель районского комитета вашим головами. В субботу с 9 утра до 20 часов – это то время, когда дворец предельно занят ребятами. И в воскресенье с 9 до 15. Если посмотреть целиком на эти колеса, то становится понятно, что своими шестеренками свободными они соединяются в тот момент, когда для наших ребят дворец не может быть в полную меру полезен. Почему? Это то самое время, когда он находится в детских садиках или в школах. И, соответственно, после 8 тоже у нас могут заниматься буквально в течение часа до 9, согласно сампинном дополнительном образовании, только наши старшие воспитники. Это ребята 10 и 11 класса. А сегодня дворец работает, согласно своему графику работы, 7 дней в неделю с 7.30 до 23.30. Вот такой большой разлет. И поэтому именно этот ресурс, а эффективное управление ресурсами – это основная наша задача, по возможности в этот момент реализовать как можно больше во дворце, мы и решили использовать. Что же мы получили благодаря нашему анализу? Мы посмотрели, что на момент начала реализации управленческого проекта, а сразу скажу, что он уже реализуется, дорожная карта его составлена, и наша входящая точка – это 7 услуг для взрослых и для семей с детьми, которые существовали уже во дворце. Это семейное плавание, это «Вместе с мамой», это программа «Каля-маля» и другие. Все не буду перечислять. И в ней, если говорить про взрослых, занималось около 120 человек. То через год, на 1 сентября 2017 года, мы хотим, чтобы этот ресурс наполнился гораздо больше нашими предложениями, и мы вышли уже на 20 услуг, не только программ долгосрочных, но еще других программ, которые мы могли бы предлагать в нашем дворце творчества для взрослых и для семей. Причем, как правило, семей с маленькими детьми. Если взрослые могут заниматься вечером, то маленькие с удовольствием, вместе с мамами, или не только с мамой, приходили бы к нам с утра. Итак, расширение спектра услуг. Это раз. Второе. Рост числа потребителей услуг. Что еще явилось отправной точкой для нас? Наверняка кто-то из вас участвовал в анкетированиях, которые мы проводим во дворце творчества. А может быть кто-то участвовал в вопросе, который проводил специалист Высшей школы экономики. И мы поняли, что благодаря именно из ваших ответов, что в целом и родители, и ребята сегодня имеют выше средней удовлетворенности именно теми предложениями, которые адресованы ребятам. Но все чаще мы слышали вопрос, а для нас можно? А что вы можете предложить нам? И из программ, и из каких-то еще очень интересных вещей для взрослых. И это тоже для нас стало такой отправной точкой. Итак, еще раз. Это ресурс времени, и это те опросы, которые были приведены нами и другими специалистами. И благодаря которым мы уже вышли на такую картину. Итак, изучили спрос. И уже в сентябре 2016 года, благодаря ответам родителей, благодаря квалификации наших педагогов, на тот момент именно то, что мы могли предложить, уже появилось к тем семи еще пять программ. Это английский язык и испанский язык. Это обучение игре на гитаре, к водному полу уже, который у нас было, и вы, наверное, многие знаете, наша команда, которая базируется на базе дворца Спарта по водному полу и выигрывает многие любительские турниры. Московские не только. И даже в этом году приняла участие в международных соревнованиях в Австрии. И это роспись по ткани. Еще пять программ, которые добавились к существующим семей на сегодняшний момент. Что дальше? Итак, 12 услуг, которые мы имеем на сегодня. 12 программ, которым могут заниматься как взрослые, так и, особенно, наверное, что для нас важно, так и семейные программы. Почему мы об этом говорили? Ну, потому что нам очень хотелось, чтобы дворец стал местом открытым и местом цивилизованным. Под открытостью я сегодня подразумеваю в первую очередь это то, что мы, как коллектив педагогический, да, и сотрудники дворца готовы реагировать на запрос, а где-то даже его и формировать. То есть предлагать новые направления, может быть, не совсем известные сегодня. Да, и для этого нам, конечно же, понадобилось еще и улучшить условия. Может быть, кто-то из вас смог наблюдать в конце прошлого учебного года, в мае, такую картину, когда команда из шести человек ходила и передвигалась по центральному холлу и садилась в разные его места. Это была не просто команда людей, это были люди, которые проводили исследования. А насколько комфортно, а многие из наших родителей, ну, ребята об этом знают, наверное, не старшие, а те, которые младшие, они же проводят во дворце зачастую до четырех часов в день, потому что драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота. И вот насколько еще создать комфортные условия пребывания не только для тех, кто занимается во дворце, а и для тех, кто является его посетителем. Дворец сегодня открыт, как, наверное, ни одно образовательное учреждение. Но я оговорюсь, я, наверное, чуть-чуть слукавлю, я сравню со школой. Школу, мы все с вами знаем, там есть турникеты, чтобы пройти в школу, нам надо иметь веские на то основания. Во дворце зачастую таких веских оснований, кроме желания открыть дверь, не надо иметь. И поэтому у нас не только мы с вами, да, кто имеет отношение в той или иной степени к дворцу и к ребятам, которые с обучателями, сами мы приходим. А сегодня, опять же, тема проекта, это не только наши семьи, да, это еще и взрослые, которые нас окружают. Они могут еще не иметь детей, да, или просто люди, которые гуляют по парку. Они сюда заходят. Бабушки, да, которые видят, что вдруг на их пути возникло такое шикарное здание. Те жители, которые недавно стали счастливыми обладателями нового жилья в недалеком комплексе, который построен, да, еще устроится тоже недалеко от нас. Они для себя открывают наше учреждение. Вот поэтому, пересаживаясь с места на место, мы пытались понять, насколько комфортно и хорошо во дворце ждать ребят. Ведь мудрость и гласит встречают по одежке. И поэтому, когда ты открываешь дверь и видишь не просто некое большое и просторное помещение холла, а то, что на сегодняшний момент мы его постарались, здесь этой фотографии нет, вы все его видели, да, постарались его раскрасить так, чтобы из разных точек не уставали глаза, чтобы всегда можно было на чем-то отвлечься, да, посмотреть в ту или иную сторону, увидеть тот или иной интересный объект. Ну и просто купили новые лавки, чтобы все заменить, и все стало в едином стиле. И администратор здесь тоже не случайно, потому что, переходя на новые условия, мы поняли, что в актерах, которые у нас были до этого, это не совсем то, что надо сегодня. Сегодня нужен квалифицированный человек, который ответит грамотно о тех программах, которые есть во дворце, и сориентирует грамотно, да, в той палитре огромной, которая существует. Ну и последнее наше приобретение совсем недавнее, чьи дети занимаются во дворце, вы, наверное, уже оценили. Я надеюсь, что оценили, мы очень старались, чтобы мы стали значительно более мощнее. И наша игровая комната, которую, понятно, в свое время мы, опять кто помнит из долгожителей, там был осип, который в детский садике записан, да, вот, то, когда осипы не понадобились, благодаря тому, что московские информационные системы развиваются очень стремительно, то нам вернули это помещение, и, ну, даже, собственно говоря, не стояло вопроса, да, там, что еще. Какие-то занятия с детьми там нельзя проводить по санпинам, там нет ока, имеется в виду на улицу, да, естественная саляция, да, Галина Николаевна подсказывает, как зампрессор, ничего там нет. А игровую комнату, где могли бы ребята играть, да, она очень отлично используется малышами, и у них всегда есть возможность выпустить там свой пар. Поэтому в том числе улучшение условий, это тоже стояло как одна из предельных задач нашего проекта. Я уже сказала о том, что сейчас мы предложили то, что мы умеем. У нас было семь занятий для взрослых и для семей. Мы еще предложили пять на основе того, и тех педагогов, тех кадров, которые у нас уже есть, да, потому что есть педагог, который занимается малышами английским, было вполне несложно сказать, а не возьмете ли вы еще и взрослых. Оказалось тоже перспективно. Но есть потребности еще, а чтобы их удовлетворить, можно только заниматься переподготовкой, повышением квалификаций. Потому что когда мне задали вопрос, Лена Борисовна, а китайский язык будет? А китайский язык будет. Ну, к несчастью, здесь переподготовка одной не обойтись, но педагога мы найдем. А будут современные методики осваиваться, в том числе в декоративно-прикладном творчестве. Есть керамика и лепка. Есть занятия вместе с родителями, которые проводятся в этом направлении. И мастерские. Может кто-то из вас и был на них. Но есть и другие материалы, более современные. Для этого надо научить педагогов. Уже сегодня и в нашем плане финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены такие ресурсы. И определены те кадры, кто войдет на переподготовку, будет повышать свою квалификацию, чтобы мы осуществили этот прирост. Следующая программа. Я думаю, что, может быть, это не наше ноу-хау, но это то, что я говорю. Знаете, есть такое, а что есть только у вас? Мне кажется, что из дополнительного образования детей, наверное, это есть только у нас. У нас есть программа «Рост» для непедагогических работников. Что это такое? Это радость общения и счастье труда. Опять же, возвращаясь к опыту школ и уважаемых коллег, которые здесь присутствуют. Я очень рада, что вы пришли. Школа все-таки в силу разных обстоятельств. Имеет некий барьер для входа. У нас такого барьера нет, есть только желание открыть дверь. Наши педагоги готовы к тому, чтобы испытывать каждый день эмоциональные нагрузки. Ну, потому что у них есть для этого образование специальное. А вот наши гардеробщицы и наши дворники не всегда к этому готовы. И опять же, анализируя ваши ответы, мы в них чаще видели спасибо педагогам и неудовлетворенность другой стороной нашей деятельности. Но не потому, что люди плохие, да, потому что они просто не готовы. Их никто не учил. Они всегда поступали и свои реакции имели такие спонтанные, очень большие. Конечно, дворнику не всегда приятно, когда он здесь чистил-чистил, а какой-то славный малыш взял снежок, скатал, или по горке прокатился, и по этого сугроба оказалось обратно на дорожке. Поэтому наш педагог-психолог проводит занятия и по стрессоустойчивости, и по общению. И мы правда стараемся, чтобы и эту часть выполнить. Потому что очень хочется, чтобы дворец был открытым и удовлетворял те запросы, которые есть. И второе, я об этом уже сказала, что очень хочется, чтобы дворец был цивилизованным. А сегодня цивилизованность – это улыбка в ответ, несмотря ни на что. Это готовность к общению как с маленьким, так и со стареньким. Дворец помимо своих образовательных функций, нагрузки ведет очень большую социокультурную работу. И все вы знаете, что если сегодня это фестиваль московский, если завтра это концерт для пожилых людей, это всегда очень разная аудитория. Поэтому и такая программа обозначена для решения этого проекта. К чему мы должны подойти совсем скоро, через год. Это 20 услуг, как долговременных программ, так и различных мастер-классов. В том числе учимся слушать музыку. Совсем для грудничков. Сегодня идет разговор о том, что музыку надо слушать. Ну, мамы кивнут головой, знают, что еще внутри трону в состоянии, тоже, говорят, помогает. Но совсем маленьких приучайте к этому. У нас есть все возможности. Оркестр русских инструментов и педагоги, которые там работают, это наш кладезь. Итак, 20 услуг для взрослых и семей с детьми и более 200 взрослых, которые бы занимались во дворце. Конечно, по сравнению с около 3 тысячами детей, это пока небольшое число взрослых людей. Но мы ставим реальные задачи, вспоминая первый, второй слайд с ресурсом, тоже понимаем, что сколько мы сможем уложить. То есть, подходя к завершению представления проекта, я бы сказала, что словами Генри, дело не в дороге, которую мы выбираем. Дело именно в том, что внутри нас. Что заставляет нас выбрать эту дорогу. Для нас было очень важно, чтобы дворец стал центром притяжения для многих людей и в том числе помогал нашим семьям искать общность, которую так тяжело найти в ритме жизни бешеного мегаполиса, когда ты всегда куда-то спешишь. Я лично, как мама, точно знаю, что в субботу в 12 часов у меня есть час на программе «Каля-маля» с Тамарой Викторовной, когда я вместе с своей дочерью учусь рисовать. И я думаю, что многие-многие семьи, как и я, найдут в нашем дворце ответ на свои запросы. И последнее. Преимущество государственного учреждения, оно очень большое по сравнению со многими учреждениями, которые нас окружают. Я все время говорю, что преображенцы – счастливые люди, потому что рядом с нами детский черкизовский парк, через дорогу от нас два частных учреждения, семейный клуб Веста и школа английского языка «Энгри Шверст», за нашей спиной два клуба по месту жительства, там через дорогу еще один клуб по месту жительства. То есть много. Ну и буквально в двух остановках, в одну сторону и в другую, тоже вы найдете учреждения, которые живут на той же самой стезе, на которой живем мы. Но дорога с нами, она у каждого своя, потому что мы стараемся понять, что сегодня хотят, да, и в том числе предложить, может быть, даже то, о чем сегодня не думали еще. Она всегда интересная и полезная, и главное, что она всегда безопасная.